сейчас я вам расскажу что будет в новой серии сериала дочь посла не забудьте поставить лайк нашему видео человек мечтает строить планы постоянно надеется что в этой жизни мы живем не зная не завтра а через пять минут а затем ждем когда оно сбудется это золотое правило жизни мы не можем жить без надежд и мечтаний у санджара мави коврука были мечты и надежды но когда я подумал о том что произошло в моей голове появился только один вопрос даст ли жизнь им то что они хотят она предстанет как единственный момент возможно как целое потерянное будущее я просто надеюсь что этого не произойдет что они смогут как-то спастись от всего этого но я не знаю могут ли два чуда произойти одновременно а санкар эфи а мне было жаль его больше всего в момент событий на этой неделе его жизнь буквально попала в порочный круг из которого он уже никогда не сможет выбраться недавно он потерял и женщину которую любил и своего лучшего мужчину и ему пришлось пережить две большие боли теперь он снова застрял в том же цикле и мне трудно предположить как он выберется и будет ли на этот раз удача на его стороне санджар потерял женщину которую любил много лет назад когда нари исчез из его жизни как алакакус коврук и гидис были с ним один был его братом а другой его шофером ему каким-то образом удалось выжить при их существовании и он смог жить для своих близких и если не для себя спустя годы как раз тогда когда он думал что воссоединился со своей возлюбленной он потерял и нари и гидиза бремя оставленное ими двоими было очень тяжелым но санкару удалось преодолеть это бремя вместе с милек мави и ковруком но как это произойдет теперь если то что случилось с ковруком и мави обернется так как мы опасаемся как они справятся со всем этим бременем если вы спросите меня на этот раз он возможно не так легко справиться с этим или я думаю правильнее было бы сказать санджар никогда больше не будет прежним конечно я займу место мави в жизни санджара но сначала хочу поговорить о ковруке партнер санкара эфи в беде его друг по судьбе его брат самая крепкая стена на которую он мог опереться на протяжении всей своей жизни даже мысль о том что его больше нет пугает особенно в тот последний момент когда я услышал крик санджара и последнее пение коврука меня охватило мрак коврук пожалуй он был самым невинным в этом сериале настоящая любовь преданная жизнь верность все это он сжег в едином огне и положил свою жизнь под ноги своего эфи мужчина рядом с санкаром был не его правой рукой а его братом он действительно заслуживает счастливого конца иначе я был бы по-настоящему опустошен я не думаю что он заслуживает столь болезненного ухода но эти прощальные слова никогда не покидают моих ушей я надеюсь что для него произойдет чудо и что он не сядет на коня смерти и не отправиться в страны откуда нет возврата оставив после себя зихру с которой он воссоединился спустя много лет и фигулары которому он отдал свою жизнь прежде чем я смог преодолеть шок от пули коврука я также столкнулся с аварией мави спустя долгое время мави стал домом где санджар обрел покой и гаванью где он нашел убежище пока санджар изо всех сил пытался защитить себя и свою семью они начали жить любящей жизнью в маленьком мире который они построили вместе конечно с учетом того что произошло после всего этого счастья это мирное облако лопнуло и синие тона распространившиеся по жизни санджара вот-вот сменяются серыми тонами санкар эфи прожил очень трудную и трудную жизнь хотя он сам виноват в том что не поверил любимой женщине учитывая тех кто подтолкнул его на этот путь я не хочу слишком сильно на него давить когда она рассказала правду ею манипулировала ложь акина в котором она видела своего друга детства несмотря на то что она пыталась исправить свою ошибку когда спустя годы узнала правду она так и не смогла избавиться от внутреннего сомнения ее из-за того что произошло сначала гидис потом меникши потом халиси его самые близкие люди постоянно говорили ему неправду о многом теперь естественно когда скрытая от него правда выходит на свет он хочет провести расследование и найти факты я горю в аду сомнений это противоречит нормальному течению жизни когда мужчина сразу и безоговорочно доверяет кому-то насколько нормальная эта ситуация для него также нормально и для человека которого он любит расстраиваться из-за этих сомнений в своих предыдущих статьях я говорил что санджар естественно не примет секреты которые от него скрывают и что его реакция будет суровой собственно говоря это и произошло мави и санкар столкнулись с появлением седата мави ждала что человек которого она любила поверит ей но санкару это нелегко мави объяснила все одно за другим и прояснила вопросительные знаки в сознании санкара но это не помешало ей расстроиться на него санджар не поверил ему вначале но мави нужен кто-то кто поверит в него безоговорочно и не будет подвергать сомнению его решения возможно это произойдет не сразу но тот факт что санджар не реагирует так как раньше и не дожидаясь компенсирует свою ошибку показывает что это любовь в которую он впал изменила его в лучшую сторону мави было больно хотя это было не очевидно ему было обидно потому что человек которому он доверял с самого первого дня не поверил ему и при первой же проблеме задал ему вопросы я понимал боль мави также как понимал сомнения санкара у мави были ужасные отношения с седатом его жена с которой он решил объединить свою жизнь и стать семьей всегда задавала ему вопросы не верила его словам и заставляла жить так как он хотел это оставило глубокие шрамы на мави это настоящая причина почему он сломался он больше не хочет чтобы его допрашивали манипулировали или обвиняли моя новая жизнь она мечтает о тихой мирной жизни с любимым человеком но внезапное появление седата еще больше усложнило ситуацию чем она была седат юрист наша работа как юристов это люди находя их слабые стороны мы доминируем над событиями и даже управляем ими седат очень хорошо знает слабость мави обвинение в смерти его бабушки на которую он равнялся много лет назад и особенно тот факт что это сделала его тетя привело к тому что у мави появились раны которые не заживали седат делает то же самое с и кином обвинив мави в смерти дочери он хочет заставить свою бывшую жену жить с бременем совести от которого она не может избавиться на этом наше видео дочь посла закончилась не забудьте подписаться на мой канал увидимся в следующих видео пока